Дорогие друзья, в этом видео я расскажу о судьбе и творчестве Галины Польских, советской и российской актрисе, народной артистке РСФСР. Галина Польских родилась 27 ноября 1939 года в Москве. Ее отец погиб на фронте во время Великой Отечественной войны в ноябре 1941 года под Воронежем. Мать скончалась в 1947 году. Девочка лишилась матери в восьмилетнем возрасте, но не попала в детский дом, поскольку соседи нашли в Белоруссии ее родную бабушку, которая переехала из деревни в Москву ради внучки. Жила с бабушкой, работавшей уборщицей в овощном магазине на Сретенке, в полуподвальной девятиметровой комнатушке. В 1964 году Галина Польских окончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии и была принята в труппу театра студии киноактера в Москве. Дебютом Польских в кино стала главная роль семиклассницы Тани Сабанеевой в фильме «Дикая собака Динго», которую она сыграла в возрасте 22 лет, будучи студенткой в ГИКО. Никто не догадывался, что девушку-подростка Таню сыграла взрослая актриса, у которой уже растет ребёнок. С первой же роли актриса покорила и зрителей, и профессионалов своей искренностью и обаянием, а на Международном кинофестивале детских фильмов в Венеции в 1962 году картина произвела фурор, получив главный приз Лев Святого Марка и премию «Золотая ветвь» Национального центра фильмов для юношества. В 1960-е годы снялась в фильмах «Я шагаю по Москве», «Верность», «Журналист», «Ожидание». В 1970-е и 1990-е годы в репертуаре актрисы появляются остро характерные и комедийные роли «Автомобиль», «Скрипка» и «Собака Клякса», «По семейным обстоятельствам», «Суета-сует», «За спичками», «Отцы и деды», «Тени исчезают в полдень», «Любить по-русски», «Сериал Клубничка» и других. Лирика драматической линии продолжается в фильмах о Великой Отечественной войне «Фронт без флангов», «Фронт за линией фронта». Актриса практически всегда появлялась в положительных образах, отрицательные роли были большой редкостью, работы в детективах «Ночное происшествие» и «Разорванный круг», где Польских играла отрицательные роли аферистки Укладовой и Бандерши Лидии Васильевны. Польских очень долго отказывалась от ролей в театре, ее дебютом на театральной сцене стал спектакль «Держись, Голливуд». Снималась в детском юмористическом киножурнале «Яролаш». Галина Польских обладает широким актерским диапазоном. Начинала как актриса лирика драматического дарования, позднее проявила себя как острохарактерная и комедийная актриса. Сегодня активно снимается в российском кино, на счету актрисы более 150 киноработ. Играет в антрепризном спектакле в паре с Валентином Смирницким и Ириной Жорж «Хочу купить вашего мужа» по комедии Михаила Задорнова. Со своим первым мужем, Фаиком Гасановым, Польских познакомилась во время учебы во ВГИК, когда училась на первом курсе актерского факультета, а будущий супруг — на третьем курсе режиссерского. В 1965 году Гасанов погиб в автокатастрофе под Одессой, где снимал свой фильм. В этом браке родилась дочь Рада, она окончила киноведческий факультет в ВГИКа, работает вторым режиссером. Свой второй брак с режиссером Александром Суриным, сыном директора Мосфильма, польских называет случайным. По ее словам, это был курортный роман, закончившийся рождением дочери Марии. Поженились в 1967 году, расстались, не прожив вместе и года. После развода с сыном генерального директора главной киностудии страны в творческой жизни Галины Польских начали происходить странности — актрису перестали снимать. И пробы с ней не утверждали. Дочь Марии окончила университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, занимается бизнесом, замужем за ливанцем. В детстве снялась в трех фильмах — «Осенний подарок фей», «Змея лов» и «Выше радуги». Внук — Филипп — учился в Бейруте, получал образование в Лондоне. Галина Польских лауреат государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых за участие в героической киноэпопеи «Фронт без флангов», «Фронт за линией фронта», награждена Орденом за заслуги перед Отечеством четвертой степени.